В городском театре аншлаг. Главный персонаж концерта, сверкающий глянцевыми черными боками, новый немецкий рояль премиум-класса Бехштейн. 2 метра 70 сантиметров в длину, три педали вместо привычных двух, чувствительная механика. Первым прикоснулся к клавишам и вдохнул душу в новый инструмент музыкант с мировым именем Андрей Ярошинский, профессор Мадридской консерватории. На этот концерт он приехал специально из Мадрида. Светлый праздник Рахманинова – это первая мелодия концерта. Музыка выбрана не случайно, перезвон колоколов – это своего рода музыкальное освещение инструмента. Инструмент высокого класса в Анапе ждали давно. Сегодня он стоит на сцене благодаря усилиям работников городского театра, управления культуры, главы курорта Сергея Сергеева и Андрея Ярошинского. Затаив дыхание, зрители стараются уловить каждый звук. Чтобы сыграть в Анапе, Андрей Ярошинский отложил дела в Мадриде. Музыкант по достоинству оценил звучание нового инструмента. Вот его все посмотрели и смотрели, но он абсолютно готов ко всевозможным свершениям. Он готов к всевозможным победам, движения вперед. У него звучит звук. Ну слушай, ну это просто другая жизнь. Это можно сказать просто. Это совершенно другая жизнь. Для тех ребят, которые учатся здесь и имеют возможность, пусть не так часто, но прикасаться к нему, они будут знать, к чему стремиться. В одном концерте с именитыми музыкантами выступил юный анапчанин Георгий Ибрагимов. Занимается по классу фортепиано Георгий уже 8 лет и мечтает стать дирижером. В перерыве между отделениями анапчане и гости города оставили свои подписи на благодарственных листах главе курорта за приобретение музыкального чуда. Потрясающий концерт. Во-первых, музыкант у нас сегодня в гостях, ну просто высочайшего уровня, молодой, безумно талантливый, великолепно обученный. Во-вторых, ну это сказочное явление. Для нашей Анапы у нас появился новый рояль. Мы 25 лет работаем, 25 лет мы об этом мечтали. И, наконец, это сбылось. Отлично звучит, изумительно. Просто заслушаешься. Инструмент замечательный. Я очень счастлива, что в городе, в таком городе, где много талантливых ребят, которых мы сегодня видели, одного из представителей, что появился такой инструмент, который будет, собственно, и развивать и культуру области, и культуру города. В программе концерта самое любимое и душевное. Рахманинов, Шопен, Лист, Брамс, Дворжик и другие. И форте, и пиано. И старый рояль вместе с новым. Елизавета Ярошинская с супругом сыграли в четыре руки. Аплодисменты не смолкали в течение всего концерта. Мне, в свою очередь, в свое время пожелал Растропович Лапляпольевич. Пожелал мне самому всегда быть начинающим. Вот, ну, представляете себе, да, уже стоит Растропович с бокалом, и говорит, я тебе пожелаю всегда быть начинающим. Вот, говорит, постреливание, я всегда вот начинающий. Да, вот начинаю. Иногда что-то получается. Я пожелаю, знаете, верить в себя. Верить и очень сильно чего-то хотеть. Андрей Ярошинский пообещал Анапе много хороших концертов в будущем и улетел в Мадрид. Радовать европейскую публику классической музыкой. Аплодисменты.